Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите программу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, делаем совместно с общественниками. Вместе с ними, а также с вами, уважаемые телезрители, мы стараемся разобраться с наиболее важными и актуальными вопросами в жизни нашего Одинцовского района. Сегодня мы поговорим об итогах работы одной из наиболее загруженных комиссий общественной палаты, комиссии по ЖКХ, дорожному хозяйству, транспорту, строительству и связи. Если у вас имеются какие-либо вопросы, предложение, наш телефон 508-86-84. Мы работаем в прямом эфире. Звоните, задавайте свои вопросы. В наших гостях сегодня Максим Александрович Цибуляк, председатель данной комиссии. Здравствуйте. Здравствуйте. А также Николай Николаевич Пархоменко, член данной комиссии по ЖКХ. Здравствуйте. Добрый вечер. Николай Николаевич, Максим Александрович, рад, что вы к нам сегодня приехали. Ну что же, довольно действительно загружена ваша комиссия. Это понятно, вопросов по строительству, по ЖКХ, по связи у нас в районе, в общем, всегда было много, район развивается. В общем-то, это понятно, да, чем больше проектов, тем больше каких-то, к сожалению, сложностей, но все это временно. Расскажите, какие у вас, в общем-то, итоги, что в этом году у вас получилось, на чем еще придется поработать? В этом году у нас было получено более 400 обращений. Из них качественно мы обработали порядка 30%. Большинство обращений, они, в принципе, группируются, ну, по классификации. Это содержание многоквартирных домов, это большой вопрос и системно, это вопросы дольщиков и строительства новых жилых комплексов. Вопрос дорог, он просто неисчерпаемый. Вот, по вопросам дорог у нас были довольно большие продвижения, в принципе, как и по всем вопросам. То есть, во всех вопросах у нас были как и положительные, так и отрицательные моменты. Я думаю, жители понимают, что общественная палата не всесильна, мы прикладываем максимум усилий, чтобы добиться результата. За время работы комиссии общественной палаты уже начала складываться определенная репутация, когда к мнениям представителей общественной палаты начинают прислушиваться. Это, с одной стороны, хорошо, да, это какой-то возможность оказать влияние на решение каких-то вопросов. Но, с другой стороны, это накладывает большую ответственность. Почему? К примеру, просто вот на пальцах небольшой пример. Давайте. Жители обращаются по поводу ремонта крыльца в доме, да, он разрушивается. Оно разрушается, давно не было ремонта, но этот ремонт нужен, он важен для жителей. Мы, в свою очередь, прикладываем максимум усилий, чтобы осветить этот вопрос, пишем определенные обращения, созываем круглые столы, и, грубо говоря, поднимаем шумиху, чтобы привлечь внимание общественности к этой проблеме. Внимание общественности у полномощенных лиц, которые в силах решить этот вопрос. Максим Алексеевич, я прошу прощения, немножечко вас перевью на звоночек, давайте поговорим с нашим телезрителем, потом продолжим беседу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Добрый вечер. Могу говорить? Да, можете говорить, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу от нашего населения, села Успенское, поблагодарить нашего руководителя Горяева Владимира Владимировича за то, что он нам сделал шикарный подарок в 2015 году к Новому году. У нас поставлена станция обезжелезвения воды. Это женщины всего поселка. Очень хорошо знают, что такое оттирать сантехнику от ржавчины. А теперь у нас ее нет. Огромное ему спасибо за такой подарок. А теперь мой вопрос. Несколько лет назад нам заменили павильоны остановочные на Рублево-Успенском шоссе, Успенском и в Горках-десятых. Барки, Бузаева. Павильоны были теплые, хорошие, железные, но кому-то не понравились красотой. Их заменили. Собирали мы подписи населения Горок-десятых, Успенского, всех. Потому что приезжал начальник 13-го ДРСУ. И когда посмотрел это и говорит, откуда же откопали такое безобразие, которое вам поставили. И после этого он ушел на пенсию. Ну, мы обращались в общественную палату не этого созыва, а предыдущего. Нам ответили вопрос будет решаться. Его в этом году решили. Поставили прекрасные остановки от станции Перхушково до Успенского. А Успенской и Горки-десятые остались опять неохваченные. И вот сейчас в эту ужасную непогоду в Горках-десятых, например, люди утром не могут сразу сесть в первую машину, а садятся в третью, в четвертую. А стоят мокрые на ветру. И тоже происходит в Успенском. И опять все замерло на том же, с чего мы начинали. Извините, не расслышал. Как вам обращаться можно? Как вам обращаться можно? Зовут вас как? Обращались? Да. Нет, нет. Мне к вам как можно обращаться? Как вас зовут? Тамара Александровна. Тамара Александровна. Спасибо большое за звонок. Насколько я понимаю, действительно, социальная значимость тут очевидна. И, насколько я понимаю, Максим Александрович, это, в общем-то, как раз-таки ваш зон интереса. Известны вам вообще данные проблемы? Раньше обращались? Нет, у нас за работой именно нашей комиссии не было обращения по остановочным павильонам. Ну, Тамара Александровна и пояснила, что это было ранее. Но вопросик мы возьмем в обработку обязательно. А сейчас можно ли как-то для наших зрителей озвучить примерно план? Вы можете примерно и такой уже себе представить? Будете ли выезжать на место или будете чисто и дистанционно сейчас с жителями работать? Я не вижу необходимости по данному вопросу выезжать на место. Здесь, в принципе, все ясно и понятно. Здесь мы сделаем запрос в администрацию районную и сельское поселение Успенского, чтобы узнать о планах. Потому что раз павильоны эти строились, прекратились от Перхушкова до Успенского. В Успенском этого нет, в Горках нет. Я думаю, это временная задержка. Потому что, насколько я знаю, сейчас идет полная реконструкция остановочных павильонов. Не только по Одинцовскому району, а по всей Московской области делаются современные качественные объекты. Одного образца, поэтому запросик мы обязательно отправим. Здесь все дело просто в сроках. Соответственно, мы узнаем сроки. И мы подготовим ответ. И здесь вот как раз хочу вернуться к тому примеру, который я рассказывал. Потому что здесь можно и эти остановочные пункты тоже здесь подключить. Соответственно, мы привлекаем внимание к проблеме крыльца. Вот нас слушают, поскольку мы подняли уже большую волну. Крыльцо ремонтируют. Но в рядом стоящем доме из-за того, что деньги были потрачены на ремонт этого крыльца, будет течь крыша. Поэтому в данный момент, когда мы уже начинаем проводить какие-то действия, мы сначала анализируем, насколько это будет иметь как и положительные, так и негативные последствия. Потому что когда мы своим вмешательством, зачастую положительным, мы всегда с благими намерениями уже идем, мы пришли в палату, чтобы сделать хорошее для жителей, мы должны оценивать, какой негатив может принести наше такое вмешательство. Поэтому остановочные пункты, строительство их было приостановлено по какой-то причине, мы ее узнаем. Если это была актуальная причина, возможно, станция безжелезования, которую построили, как и в Успенском, так и в Горках, построена на те деньги, которые не выделили на строительство остановок. Поэтому здесь либо остановки, либо станция. Это мое предположение. Мы, естественно, узнаем и разберемся с этим. Ну, я так понимаю, в любом случае, то есть, достаточно оперативно сообщите о своих результатах. Который процент. У нас есть еще один звоночек. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Меня зовут Курила Елена. Так. Я представляю инициативную группу Лесного Городка. Я хочу поблагодарить Максим Цибуляк. Это вы, да, в эфире? Да. Здравствуйте, Елена. Да-да, Максим, я хочу поблагодарить общественную палату Захара Юрьевича Иванова, вас лично, Марии Шматкову, Светлану Налепову, которые очень много сделали для моего любимого Лесного Городка. Я благодарю, ну, с вами непосредственно мы работаем уже с лета. Вы сделали очень много для нашего городка, в частности, то, что касается Автодора. Вы просто такое огромное дело продвинули. Вот, поверьте, что действительно очень много вы сделали для нас. Расшатать такую махину, такого монстра, как Автодор, ну, в общем, вы очень много для нас сделали. Я просто благодарна судьбе, что свела меня с такими людьми. Вот. Ну, что могу еще сказать? Ну, просто огромное вам спасибо. Хорошо, Елена, спасибо за звонок. Действительно, тема Автодора очень серьезно волновала наших жителей Лесного Городка. И сегодня мы как раз-таки небольшой такой обзор данной проблемы чуть позже сделаем. Покажем, с чего все начиналось и поговорим о том, что у нас там сегодня. Спасибо за звонок. Ну что, Паксим, давайте вернемся к нашей беседе. Действительно, вы говорили о том, что иногда случается, условно говоря, что, чтобы отремонтировать там крыльцо, нужно где-то там не отремонтировать крышу. Но это все-таки с точки зрения рядового жильца, наверное, не очень в порядке. Потому что человек воспринимает все достаточно прямолинейно. Он платит налоги, условно говоря, платит там управляющая компания. Значит, что у него не должно быть непосредственно какого-то выбора. Мокрая крыша текущая или там раздолбанный какой-то полисадник. Все-таки это обычно относится к каким-то конкретным управляющим компаниям проблемным? Или это комплексная какая-то проблема, которой мы вообще в стране сталкиваемся? Вы знаете, это больше комплексная проблема. Потому что, когда мы общаемся с коллегами из муниципальных палат других районов и с палатой Московской области, проблемы, они везде одинаковые. Вот подход к решению этих проблем, он разный. У нас в Одинцовском районе, я считаю, что самое положительное решение многих проблем. Потому что и общественная палата, я думаю, многие знают, что общественная палата Одинцовского района признана лучшей муниципальной палатой Московской области. Это показывает результат работы, то есть это показывает результативность, то есть достижение положительного эффекта по многим вопросам. Я прекрасно понимаю, что когда житель выходит на то же самое, опять вернемся к крыльцу, ему без разницы, что происходит в другом доме. Он платит коммунальные платежи, и это все должно быть сделано. Но сейчас есть ряд аспектов, с которыми мы, когда начали погружаться в проблематику ЖКХ, потому что все люди, которые пришли в общественную палату, не все специалисты в области ЖКХ, скажем так. У нас состав комиссии по ЖКХ за время работы общественной палаты полностью поменялся, наверное, несколько раз. Потому что люди приходили с горящими глазами, что мы можем это сделать, но они столкнулись с тем, что нужно не хотеть что-то сделать и не рубить всем головы, а нужно работать, причем довольно монотонно по некоторым вопросам. Поэтому сейчас состав комиссии, который есть на данный момент, это 100% новые люди, те, которые даже изначально в состав общественной палаты не вошли. Но это именно, они были сначала консультант-экспертами, но зато это те люди, которые реально могут и добиваются. И мы сейчас про их работу поподробнее поговорим, а пока примем еще один звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. — Алло, здравствуйте. — Здравствуйте. — Меня зовут Ирина Анатольевна. — Очень приятно. — Я живу в Одинцовском районе, работаю в Перхушково, а живу в Жаворонках. Вот с 13 декабря изменили расписание электричек. Значит, связи между Жаворонками и Перхушково нету больше никакой, только электричка. И что сделали? В час пик отменили все электрички. Вот из Перхушково домой с работы я не могу вернуться. Значит, электричка 18-27, а следующая ровно через 2 часа 20-34. Вот такая беда. И утром тоже такая же ерунда. Раз в час электричка ходит вот из Жаворонок в Перхушково. — Ирина Анатольевна, я понял Ваш вопрос. Насколько могу судить, здесь достаточно сложно будет общественной палате что-то предпринять, потому что это обычная инициатива РЖД. Тем не менее, Николай Николаевич, Максим Александрович, можно ли как-то вообще, по крайней мере, прояснить данную ситуацию? Почему электричка отменилась? Постоянное ли это пермоментное решение, или это временное нечто? — Информацию, естественно, мы получим, но есть такие вопросы, вы правильно сказали, на которые общественная палата не может повлиять, к сожалению, никак. РЖД здесь принимает решение, мы узнаем, из-за чего это произошло, но такое решение не может быть принято просто потому, что кому-то захотелось. Вполне возможно. — Некая причина, есть какая-то причина. — Если что, мы попробуем помочь жителям Перхушкова, во всяком случае, подготовить правильно документы, не обратиться более в высокостоящие инстанции, которые, к сожалению, уже на территорию нашего района не решим. Попробуем помочь им составить правильно это заявление. Может быть, необходимо будет собрать инициативную группу, то, что это регулярно, и это необходимо не только одному десяти человекам, а действительно, потому что если так, как житель называет, самый час пик, люди только в 18.30 попадают на платформу, и домой они там ни в одно, ни в другое направление добраться не могут. Соответственно, да, можно сделать выводы, что наши железнодорожники решили, что там населенный пункт небольшой, ну и вот как-то почему-то его решили вычеркнуть. Но права людей не должны нарушаться. Во всяком случае, Ирина Анатольевна, будем стараться, будем работать. Телефончик есть, мы обязательно после эфира возьмем, поэтому чем сможем, обязательно вам поможем. Ну давайте пока примем еще один звоночек от наших телезрителей. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела выразить огромную благодарность Николаю Николаевичу Пархоменко. Это улица Северная, дом 50, второй подъезд. В октябре месяце он оказал нам огромную услугу в свой выходной день. Находясь на расстоянии, смог, наверное, помнить и нас. Да, конечно, вас помню. Очень приятно, спасибо за отзывы, очень приятно. Надеюсь, что будем встречаться не только по проблемным вопросам, но и по каким-то обыкновенным, житейским, хорошим. Действительно, очень рад, что смогли помочь. Есть хорошие люди, которые могут прислушиваться к словам. Спасибо большое. Спасибо за звонок. Но я так понимаю, тут некая история, которую не лишним будет рассказать. Вы знаете, Стослав, да, нет, истории мы, на самом деле, обсуждали на прошлом эфире, когда мы с вами обсуждали вопрос по отоплению, да, и это обращение мы про него проходили, когда здесь у нас был главный инженер МУПУ ЖКХ. Ну и, соответственно, смогли просто оперативно, правильно сработать, не выпуская вопрос из-под контроля. На самом деле, в хорошем тандеме с управляющей компанией, которая пообещала, сделала, смогли этот вопрос доконтролировать, довести его до того момента, когда вопрос был решен. Поэтому, ну, это обычно, на самом деле, просто наша работа получилась, сработали как раз то из 30% обращений, которое удалось взять, удалось обработать, это было в наших силах. А, насколько я понимаю, вот, Максим Александрович, вы говорили о нескольких членах, некогда экспертов, консультантах общественной палаты, которые теперь стали полноценными членами вашей комиссии. Я так понимаю, как и калычка, раз вы один из них. Я все правильно. Потому что, крайний раз, когда вы у нас были, вы как раз-таки были экспертом-консультантом на тот момент. Да, я все правильно понимаю. С чем больше всего приходится работать, и, в общем, как так получилось, да, что сперва подошли просто поконсультировать, выступить в качестве эксперта, а потом решили, что все-таки надо поглубже нырнуть в работу общественной палаты? Вопросов два. Вот, ну, как вам объяснять? Начинаешь работать, и в работе понимаешь, что какие-то вопросы открываются более остро, которые могут касаться твоих родственников, твоих соседей, твоих друзей, да. Вопросы начинают систематизироваться. Вопросы начинаешь понимать, что они могут... На примере одного вопроса можно решить сразу 10 вопросов и предотвратить 10 обращений. Кстати, к слову, хочется сказать по поводу насущного вопроса одного из самых частых, который находится у наших жителей, и который, как бы, его даже там пытаются вставить помимо своего основного обращения. У нас не так давно введен закон о капитальном ремонте, да, то есть у нас есть аверс, это когда люди, жители ждут, что вот наш дом, вот уже он там скорее-скорее, стейки текут, кровли нужно менять, когда же вот нас включат в эту программу. А вот есть риверс, про который пока говорится немножко меньше, но вопрос стоит очень остро. Вы в начале передачи все правильно сказали, у нас очень динамично развивающийся район, молодой, да, у нас очень много новых построек, и вот жители таких самых новых построек выходят просто с одним и тем же вопросом. А вот почему? Вот у меня дом еще находится на гарантии, да, то есть вот я только заселился, мне 5 лет, меня должны обслуживать те, которые этот дом построили. Почему я должен оплачивать, вот вносить оплату за капитальный ремонт? И вот благодаря таким обращениям, скажу вам сразу, не только в нашем районе, вот это по всей Московской области, вот во все общественные палаты всей области, вот подобная информация стекала, стекала, стекалась, и да, выразилось в том, что, ну, нам пообещали на очередном из форумов, что при очередной верстке, да, внесении изменений в этот закон, эта инициатива, ну, очень будут стараться ее закрепить, и эти вот каникулы трех-пятилетние, жителям новых новостроек, они как бы будут к ним применены. Ну, если это получится, это совместные усилия, это та самая работа, та самая систематика, про которую мы с вами только говорили. А есть ли какие-то прогнозы, когда примерно мы с кем можем понять, да, двигается этот проект или пока буксует? Вот на настоящий момент, мне кажется, что мы немножко проехали от места пробуксовки, когда во всей Московской области завершились форумы, да, вот, и названа цифра 2016 год, и якобы эта инициатива и это изменение должно бы вступить в силу, попробуем, да, то есть все понимают, что это абсолютно правильно, да, теперь это нужно донести до законодателя, и чтобы он это на бумаге, соответственно, утвердил. Поэтому ждем 2016 год, и, может быть, будет какой-то положительный результат. У нас есть еще один звоночек. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Меня зовут Валентина Дмитриевна, я с Одинцова, вот, спортивная Говорова, вот это район. У меня такой вопрос. У нас вот через лет от Новоспортивной в сторону Красногорского шоссе есть, проходит дорожка, которую в свое время военные проложили здесь, потом положили асфальт, поставили освещение, все, но никому она не принадлежит, эта дорожка. По весне разрушилась, обращались, сказали, ну, в общем, сделали, сделали, но сказали, что ни к кому не относится эта дорожка. Вот, хотелось бы хоть, а зимой гололед, вот, снег заносит, ходят, как, в нашем районе детской поликлиника с колясками мамы, беременные женщины здесь тоже, больница для женщин, а мы ходим в медсанчасть, все, и вот сейчас темно, скользко бывает, не посыпается, если снега много, не чистится. То есть, Валентина Дмитриевна, получается, никто вообще не следит за ней, она находится в запустевшем таком состоянии абсолютно, да? Да, сказали, что она ни к кому эта дорожка не относится. Нельзя ли этот вопрос решить, что в зимнее время хоть за ней кто-то следил? Понял ваш вопрос, спасибо большое. Ну, насколько я понимаю, тут вопрос исключительно, действительно, принадлежности, да, на учет какое-то предприятие стоит. Ну, естественно, у нас, к сожалению, получается так, что многие, даже дороги, они фактически никому не принадлежат, соответственно, за ними и не убираются, их не обслуживают, но этот вопрос решаем, это все можно сделать, потому что у нас были такие случаи, что когда было обращение, что во дворе нет освещения, когда мы начали разбираться, оказалось, что столбы освещения никому не были переданы на баланс, вот, а там даже не то, что нет освещения, там освещение включалось не вовремя. Летом все это было неважно, поскольку день был длинный, а в зимнее время освещение начало включаться часов 8 в 9 вечера, соответственно, когда уже несколько часов полная темнота. Это детская площадка, это придомовая территория, это спортивная площадка, вот. Вот вопрос не мог решиться из-за того, что управляющая компания его решить не может, потому что столбы никому не принадлежат, у них вообще нет доступа даже к этим настройкам. Мосэнерго тоже не может ничего сделать по той же самой причине, но в итоге, когда подняли этот вопрос, нам пошли на встречу, сейчас жители радуются, освещение работает так, как и должно быть. Скажите, извините, что я прибиваю, вот, я так понимаю, в данном случае имела место быть добрая воля, в общем, компания, которая сама взяла. А если никто не хочет на себя такую ответственность брать, лишние расходы и так далее? Здесь я считаю, что вот про эту дорожку, про которую Валентина Дмитриевна сказала, она социально значимая, потому что я прекрасно знаю, где она находится, и чтобы попасть в той же самой медсанчасть, посвященной дорожке, нужно сделать очень большой круг. Поэтому эта дорожка важна, и мы сделаем так, чтобы она была благоустроена. Сегодня один из наших, в общем, телезрителей упомянул ситуацию в лесном городке, которая не так давно имела место быть. Давайте поподробнее, да, поговорим, потому что, я так понимаю, это один из примеров, в общем, действительно достаточно большой работы вашей комиссии. Сперва примем еще один звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Я Федорова Екатерина Владимировна, жительница города Айтенцова. Живу по адресу улица Молодежная, почетной стороне. Меня интересует вопрос такого характера. Я уже 4 года прошу, чтобы понизили бордюры почетной стороне. До сих пор никаких обещают, обещают, но никаких, значит, подвижек нет. Мне хотелось бы узнать все-таки, когда это будет. А я так понимаю, что в данном случае речь идет о специальных еще и въездах, да, для людей, которые колясками пользуются, правильно? Да. Спасибо большое за звонок. Ну, насколько мне известно, данные, вообще говоря, удобства, назовем их так, они предусмотрены многими программами, в том числе и доступная среда, если я не ошибаюсь. Да, это основная программа именно по переделке пешеходной части. Программа эта в городе сейчас реализуется, но мнение жителей, сами жители должны говорить, где, в каких местах им в первую очередь нужно. Поэтому вот это обращение мы примем к сведению и укажем ответственным органам, потому что именно в этом месте жители просят. Тем более, что судя по тому, что наш зритель сказал, Екатерина ее зовут, у нас, в общем-то, уже эти обращения давно от их адреса поступают, да, соответственно, я так понимаю, в общем-то, и вопрос там наболевший, наверняка во многих местах, в общем-то, ответственных известный. Здесь важна именно реакция жителей, потому что, когда что-то у нас происходит, либо меняется, и если нет ответной реакции от жителей, все считают, что так и должно быть, значит, все всех устраивает. Поэтому, чем больше будут и дольше жителей молчать, тем меньше будет изменений в положительную сторону. Как говорится, если долго кричать, рано или поздно кто-нибудь выглянет, посмотреть, в чем дело. Совершенно верно. Ну что ж, давайте перейдем к нашему предыдущему вопросу. Лесной городок и сложности, которые возникли там. Лесной городок – это наболевшая проблема. Все знают, что происходило и происходит реконструкция Минского шоссе, это федеральная трасса. Все знают, что полезность этой реконструкции, но многие забывают о тех людях, которые живут рядом с дорогой. Как раз это произошло и в лесном городке. Потому что по ряду причин компании «Автодор» был ряд недоделок. Это и отсутствие благоустройства территории, прилегающей к Минскому шоссе. То есть они оставили после себя работы этой ямы и опасные такие участки. Насколько мне кажется, там основные проблемы были не в самом качестве работы именно по дороге, а в том, что находилось за пределами изолирующих счетов. Да, было все как раз положительно. Давайте мы еще один звоночек примем, и мы продолжим нашу беседу. Здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Петров Александр Гаврилович. Я проживаю в Одинцовском районе, поселение ЧС-1, бывшая воинская часть. Я писал жалобу в жилищную инспекцию о признании дома аварийным. Инспекция подтвердила это. Обратилась в администрацию ЧС-1 с признанием о медведении с обрежданием Межрежедственной комиссии. Я ездил в эту ЧС-1, они сказали, что дом на балансе не стоит, в администрации. Кадатском учете не включен. Меня интересует, что будет с военными игроками после окончания программы ремонта аварийного жилья. Программа закончится, а если перезовут на баланс, что с ними будет дальше? Хорошо, Александр Гаврилович. Спасибо за звонок, Максим Александрович. Действительно, я так понимаю, что дороги дорогами, а жилье тем более аварийное. Это то, что у нас является временем. Проблема как раз с жильем, стоящего на балансе Минобороны, это повсеместно и по Московской области, и по поводу сельского поселения Часовская. Мы еще год назад, это был один из первых моих рабочих проектов, это в Гарь-Покровском, аналогичная ситуация. Мы представители общественной палаты участвовали и в судебных заседаниях, мы оказывали юридическую и немаловажную моральную поддержку жителям. Аналогично было, что межведовственная комиссия не принимает дом ветхим. По решению суда была назначена новая межведовственная комиссия. Мы сейчас курируем этот вопрос, это очень сложный. Поэтому и по времени, к сожалению, понимаете, это такой системный вопрос, который не могут решить фактически на федеральном уровне. Это наша, скажем так, российская боль. Это то, что осталось от злополучных управляющих компаний, мы все знаем. Это Славянка. Сейчас есть информация, что в скором времени придут на место Славянки новые управляющие компании. И мы надеемся, что ситуация изменится. Об этом вопросе знают все, но, к сожалению, нет во многих случаях и законных оснований что-то изменить. Над этим вопросом работает не только общественная палата, которая в данном случае фактически может оказать только юридическую, вот как я говорил, моральную поддержку. Ну и консультационную, насколько я могу судить. Естественно. Но больше все равно моральную поддержку на самом деле. Потому что этот вопрос в компетенции общественной палаты, мы, к сожалению, есть такие вопросы, которые мы не можем никаким образом решить. Мы можем привлечь внимание жителей, внимание общественности к этому вопросу. Как вы сказали, да, будем кричать и нас услышат. Я признаю, да, есть вопросы, которые не могут решаться, но мы решаем другие. Ну что же, Максим Александрович, Николай Николаевич, к сожалению, сегодня не все вопросы мы с вами успели обсудить, потому что люди звонили. И, как мы понимаем, наш все-таки приоритет здесь это поговорить с нашими телезрителями. Все верно. Я думаю, что сегодня у нас неплохо это получилось. А насчет, я так понимаю, лесного городка все понятно. Мы уже не раз и в новостных, в общем-то, сводках об этом говорили. Я могу еще добавить, я на днях встречался с заместителем директора «Автодора» Галисовского филиала и созванивался с инициативной группой жителей. И с его слов, и со слов инициативной группы жителей, ну, вы, собственно, слышали, вот сегодня был звонок, ситуация меняется в положительную сторону. Потому что мы нашли в итоге диалог, вышли на диалог с «Автодором», и «Автодор» оборудовал уже пешеходные переходы необходимыми пандусами для колясок, шумозащитные экраны поставили. Но есть просьба тоже инициативной группы жителей, чтобы в некоторых местах шумозащитные экраны чуть-чуть поднять по высоте. Потому что «Автодором» были произведены зеленые насаждения, которые являются живым шумопоглощающим экраном. Но пока этот экран вырастет, идет время. Ну, я так понимаю, это уже, само собой, частные какие-то моменты, которые решаются. Самое главное, то, что работа сдвинулась. Она продвигалась долго, с самого лета. Были очень много негативных у нас ситуаций с «Автодором». Но в итоге, в всеобщей радости, вот ситуация движется в положительном направлении. Ну что же, благодарю за вашу работу, благодарю, что вы к нам сегодня приезжали. Уважаемые телезрители, сегодня мы говорили об итогах работы комиссии по ЖКХ, дорожному хозяйству, транспорту, связи и строительству муниципального нашего Одинцовского района, общественной палаты нашего района. Если у вас имеются какие-либо вопросы, предложения, наш телефон 508-86-84. Звоните в течение недели, оставляйте свои заявления, обращения, просьбы и пожелания. Кроме того, вы можете это сделать на официальном сайте общественной палаты или написав электронное письмо. С вами был Святослав Савенков. Всего вам доброго и до встречи через неделю.